Здравствуйте! Выходим на старт дистанции. Главные спортивные события недели в нашем традиционном авторе. Смотрите сегодня в программе. Северянка начала борьбу в финальной серии чемпионата Высшей Лия. Я уверена, мы прибавим, сделаем анализ своих ошибок. И я думаю, все получится. А Северянка 3 уже чемпион, но в первой лиге. Работали очком. Юные футболисты Череповца обыграли московский «Спартак». И вот последняя проверка перед главным турниром. В Череповце завершился футбольный турнир памяти Геннадия Староверова среди юношей 2006 года рождения. В нем принимали участие 6 команд из разных городов, включая московский «Спартак». Этот турнир проводился в Череповце уже в 29-й раз. Состав участников был достаточно представительный. Помимо хозяев поля, за главный приз боролись Костромскую и Динамо, Ярославский «Шинник», специализированные футбольные школы Петрозаводска и Вологда, а также команда Московской футбольной академии «Спартак». Кстати, следующий турнир будет юбилейным, а потому состав участников может усилиться. Надеемся особенным сделать следующий турнир. Он будет 30-м. Надеемся сделать его международным. И нужно сказать, что от года в год турнир проводится все более организованно, и состав участников усиливается. В этом году рассматривал наше предложение футбольный клуб «Денит». Но, к сожалению, у них уже программа была утверждена, и поэтому они не смогли приехать. Все команды сыграли между собой в один круг. Череповщане начали с поражения от Ярославского «Шинника» со счетом 0-1. И этот проигрыш стал единственным для них на турнире. В последнем матче юные череповчане нанесли единственное поражение московскому «Спартаку» на этом турнире. Итог матча также 1-0. Тем самым череповщане лишили москвичей первого места на турнире, а сами стали бронзовыми призерами. Главный приз достался юным «Динамовцам» из «Костровы» на втором месте «Шинник». А вот команда из Вологды не смогла выиграть ни одного матча, только дважды сыграв ничью. При этом один ничейный результат был в игре против «Спартака». Но это только начало сезона. Официальные матчи еще впереди. Через две недели стартуем в чемпионате «Золотого кольца». Для ребят это первый, так скажем, большой турнир в соревнованиях. Это турнир Староверова, который ежегодно проходит. Он у нас как контрольный матч. И вот последняя проверка перед главным турниром. Отметим также, что лучшим игроком турнира памяти Староверова был признан череповчанин Егор Чапурин, а лучшим защитником – Семен Юринский. Вместо льда на арене – зеленый ковер, вместо любителей хоккея – футбольные фанаты. На несколько часов ради спортивного праздника «Лига мечты» Ледовый дворец стал футбольным стадионом. Увидеть это преображение, поболеть за любимые команды и просто хорошо провести время – любители спорта приехали в Череповец. Мы не пришли, а приехали из Вологды. И мы приехали посмотреть, поболеть за нашу любимую команду ЦСКА. Я вообще с детства болею, теперь сын мой болеет за ЦСКА. И посмотреть на звезд, звезд футбола. Знаю очень хорошо организаторов, хотелось бы сказать им огромное спасибо. Все как бы отлично вообще организовано. Мы каждый раз, когда приезжает «Спартак», хоккей, футбол – без разницы. Хотя сами местные, но мы болеем за «Спартак». Обладатели кубков УЕФА, чемпионы России, именитые спортсмены многих лет, ветераны футбола не просто приехали посостязаться друг с другом, но и провели несколько мастер-классов для юных спортсменов, чтобы раскрыть секреты результативной игры. Еще больше распарить в мальчишках страсть к футболу. Тоже было очень много мальчишек, которые все с удовольствием, тренировку провели, и все было очень нормально. Поэтому есть у вас перспективные мальчишки, которые, если будут работать так в полную силу и будут любить футбол, то, безусловно, из них может получиться хороший футболист. А показать себя во всей спортивной мощи спортсмены вышли уже на поле, чтобы подарить болельщикам красивый и качественный футбол. И, конечно, сразиться с череповчанами. Борьба вышла напряженной, но, по мнению спортсменов, дружба всегда побеждает, несмотря на положение в турнирной таблице. Мы сейчас ехали в поезде, конечно, чуть-чуть подрались, поэтому ничего не поменялось. Как ненавидим друг друга, так и ненавидим. Поэтому это все маска. На самом деле нет, мы все дружим. Это было все на профессиональном уровне, а сейчас нам ничего не мешает дружить как вне поля, так и на поле. Противостояние есть, проигрывать никто не любит, даже в нашем уже возрасте. Так что борьба будет серьезная, и никаких проходных игр у нас не больше. Хотим показать, что это, наверное, это же все-таки зрители пришли посмотреть. Могут быть какие-то просто элементы в игре, которые должны понравиться зрителям, чтобы они придут посмотреть на нас. Как Шмаров забивает, например, на 89-й минуте становится чемпионом. Чемпиона определили и на Череповецком турнире. По результатам четырех матчей «Зенит» стал четвертым, «Бронзу» забрали хозяева турнира «Череповчане», «Серебро» досталось ЦСКА, а победителем стал «Спартак». Ведя такой живой интерес к футболу, организаторы намерены и дальше проводить «Лигу мечты». Мы разговаривали с Ярославлем, они хотят такой турнир увидеть у себя в Ледовом, Кострома, Петрозаводск. Все зависит от того, смогут ли футболисты из больших клубов найти время для таких турниров. А так, есть задумка продолжить эту идею уже, по крайней мере, в ближайших городах, где есть потребность в красивом и качественном футболе. Уже после завершения турнира с уверенностью можно сказать, что адреналина и удовольствия от захватывающих матчей хватило на всех зрителей. А значит, праздник спорта и футбола удался. Череповце прошел еще один юношеский турнир, но по баскетболу. И уровень его был более локальный, областной. На других посмотреть и себя показать. С такой целью в Череповец приехали команды из Шексны, Вытегры, Грязовца и областной столицы. Хозяева встретили спортивных гостей достойно. Тимофей Фролов – капитан самой младшей череповецкой команды турнира. Сегодня они обошли старших соперников на 10 очков. Мне нравится заниматься баскетлом. Я занимаюсь пятый год. Я начал заниматься, потому что у меня брат занимался, и мне понравилась сама игра. Мы один коллектив, поэтому должны придерживаться мнению друг друга и понимать свои ошибки. Здесь надо уметь играть в коллективе, слушать других во время игры, отдавать передачи. Соперники были непростые. Было в некоторых моментах постараться забить трудные мячи. Тренер Игорь Степанов игрой своих воспитанников доволен. Собрать хорошую команду и вырастить профессионалов – процесс трудоемкий. И занимает немало времени. Многие отсеиваются, пропадает интерес, не уживаются в команде, набирают всех желающих без ограничений. Но есть один нюанс – рост спортсменов. К сожалению, высокие ребята сами не приходят. За ними приходится ходить в школы, на уроки физкультуры, сговаривать со знакомыми и так далее. У нас, не знаю, то ли экология, то ли еще что-то. Но очень мало ребят вырастает выше двух метров. Мы их ищем, бережем, но все равно их мало. Соперники у Череповца достойны. Не первый год в город Металургов приезжает команда из Шексны. Ее капитан игрой своих спортсменов в целом доволен. Атмосфера понравилась. Соперники на уровне. Можно было с кем побороться, есть с кем поиграть. Капитанам будет всегда сложно. Ты должен понимать как свою игру, так и игру других. Должен всегда брать ответственность. Всякие важные моменты. Дело техники и опыта уверяют спортсмены. На этих играх судьи и организаторы пристально следят за юными баскетболистами, чтобы отобрать лучших в сборную области. Она представит регион уже на всероссийских соревнованиях. Сегодня судьи уже отметили ребят из Грязовца и Сокола. Сейчас мы готовимся к спартакеаде учащихся России. Непосредственно будем делать сборную Вологодской области. Это ребята 2004 года рождения и младше 2005. Также будем сейчас планировать проведение сборов. И в дальнейшем в мае месяце мы едем уже непосредственно на спартакеаде Великий Новгород. Закончатся финальные игры вручением дипломов, медалей и кубков. А самое главное, по результатам соревнований участникам присвоят соответствующие спортивные разряды. Всего областной турнир собрал почти 100 юных баскетболистов Вологодчины. Волейболистки «Северянки-3» второй год подряд стали победительницами чемпионата Первой Лиги. Судьба золотых медалей решилась в последнем матче финального турнира против Тамбовчанки. За медали турнира на протяжении этой недели боролись «Северянка-3», «Тамбовчанка», «Белогорочка», «Вагу» из Вологды, училище Олимпийского резерва из Кургана и специализированная школа Олимпийского резерва из Череповца. У «Северянки-3» все складывалось достаточно гладко. Были одержаны четыре уверенные победы. Также без больших затруднений прошел путь до решающего матча и второй фаворит турнира «Тамбовчанка». Именно во встрече «Северянки-3» с волейболистками из Тамбова и определялся чемпион. Борьбу ждали. Я девочек настраивала, что может быть и проигранная партия, может быть и отрыв Тамбова плюс 10 очков, что они должны быть морально к этому готовы. И так, в принципе, и получилось, что Тамбов начал очень уверенную игру, мы немножко волновались. В первой партии решающего матча с Тамбовчанкой Череповчанок подвело в волнение, и они уступили. Далее дела пошли лучше. Борьба была непростой, но хозяйки зала смотрели, сильнее соперника. Как итог, победа со счетом 3-1 в матче и победа в чемпионате первой лиги. Таким образом, «Северянка-3» выиграла золотые медали второй год подряд. Результаты говорят сами за себя, что мы не проиграли ни одной игры в первой лиге. И я считаю, очень достойно выступили и командная игра, все, что, если у кого-то не получалось, то все сбаживали другие игроки и работали очень командно. Девочки растут, прибавляли из тура в тур. Если мы входили в начале сезона, они еще были совсем молодыми, сырыми девочками. Под конец турнира они довольно-таки уверенно уже стояли на площадке, смотрелись, я считаю, и в атаке все, и на приеме хорошо выдерживали, учитывая то, что девочкам всего по 15 лет. «Северянка-2» также стремится к вершине в чемпионате высшей лиги «Б». Второй и решающий тур финального турнира проходит в Иркутске. «Северянка-2» приехала на второй тур в Иркутск в качестве лидера выигра все пять матчей в первой половине финала с «Череповце». Однако стартовый матч в Сибири у «Череповченок» получился неудачным в игре против клуба из Омска. Многое не получалось, а соперник сыграл достаточно хорошо, чтобы сотворить сенсацию. Поражение «Северянки-2» со счетом 1-3. Вторым соперником был один из главных конкурентов – «Самарская искра ОМОН-2». Первая партия в упорнейшей борьбе осталась за соперницами 24-26. Однако дальше «Северянки» играли гораздо увереннее, сопротивление самарских волейболисток было сломлено. Три сета подряд остались за «Череповченками» и, соответственно, победа в матче со счетом 3-1. Далее «Северянка-2» сделала еще один шаг к медалям чемпионата. «Череповченки» очень уверенно в трех партиях обыграли Брянск. «Череповецкая» команда продолжает лидировать в таблице. Впереди еще два матча против клубов из Ижевска и Иркутска. В чемпионате России по волейболу высшей лиги А стартовала первая в истории финальная серия матчей. В борьбе за золотые медали сошлись «Череповецкая-Северянка» и «Спарта» из Нижнего Новгорода. Два первых матча в «Череповце» оправдали ожидания болельщиков по уровню игры и эмоционального накала. Первая игра финала – это всегда волнительно. Вот и «Череповецкие» и «Вреволиски» заметно нервничали в дебюте матча. Отсюда много ошибок на подаче и не всегда уверенный прием. Больше, чем обычно, было и атак в аут. В этом плане Нижегородки были хладнокровнее. И этого оказалось достаточно, чтобы взять два первых сета. Ряд замен в третьей партии помогли «Северянке» перестроиться и уверенно выиграть сет. А в четвертой партии «Череповчанки» также поначалу лидировали. Но в «Эншпиль» команды пришли вровень. Решающее очко «Спарта» выиграло блоком с первого же матчбола. 23-25 и 1-3. Все сложилось, как нам и хотелось. Собственно, 3-1 – это хороший результат. Я считаю, что мы сыграли хорошо, но есть недочеты определенные. То есть наша команда намного сильнее может играть на блоке. Я думаю, что нам есть чем добавить. Мы старались, что-то получалось, что-то нет. Но сегодня игра сложилась вот так. Я уверена, что мы сможем еще показать достойную игру в следующих матчах. И я уверена, мы прибавим, сделаем анализ своих ошибок. И я думаю, все получится. Второй матч получился еще более упорным, чем первый. Вновь нижегородки выиграли две первые партии с одинаковым счетом 23-25. В решающие моменты северянки ошибались в приеме подачи и проигрывали сеты. В третьей партии после ряда замен у северянки череповчанки смогли создать более существенный отрыв в счете и довести партию до победного завершения. В четвертом сете «Спарта» смогла настичь северянку на счете 20-20, но на этот раз в концовке череповчанки устояли на подаче Юлии Первухиной. А вот в пятой партии удача была на стороне «Спарты». Уже в самом дебюте гостям удалось сделать хороший задел, который они не только удержали, но и увеличили. 10-15, итог матча 2-3, победа «Спарты». В концовке чуть-чуть концентрацию потеряли, а в целом игра была хорошая. Мы боролись за каждый мяч, старались все сделать. Но вот такой итог получился. Надо выигрывать еще один мяч. Смотрели, как северянка сыграла в полуфиналу с Туловым на выезду, поэтому будем готовиться за игры в Нижнем Новгороде. Сделали больше своих ошибок. Причем парадокс, что во всех практических элементах мы их переграли. Свои ошибки – это сами себе мешаем играть. «Спарта» повела в серии 2-0. Борьба за чемпионство продолжится в Нижнем Новгороде 20 апреля. Владимир Сентябрев, Анатолий Холин. Новости. Это все о спорте на сегодня. Снова на дистанцию выйдем через неделю. До встречи и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин